Ассоциация ремесленников района Галле в Саксонии-Анхальт в открытом письме Олафу Шольцу раскритиковала политику канцлера как ведущую к разорению Германию, пишет Дерта Гешпигель. Немецкие ремесленники призывают к отмене антироссийских санкций и подчеркивают, что большинство жителей страны не хотят жертвовать честно заработанным благосостоянием ради одного очень известного капитана команды КВН, так скажем в общем. Если цены продолжат расти, а куда они денутся, добавим от себя, ведь промышленная инфляция ФРГ уже составила 40%, то среднестатистический работник отрасли скоро будет не в состоянии оплачивать свои расходы на жизнь. Тогда даже вполне нормальные необходимые ремесленные услуги станут недоступными, что в свою очередь приведет к увольнениям и закрытию предприятий, предостерегает немецкая газета Дерта Гешпигель, что тоже как бы умиляет, согласитесь. Ибо значит, когда немцам предлагали меньше мыться и спать в трех свитерах прошлой зимой, это что, было не ясно что ли? Да и вот у нас новая звезда восходит, так сказать, некто Герк Речман из Баден-Вюрденберга, советует бюргерам воздержаться от водных-купальных процедур и просто время от времени протирать себя влажной тряпочкой. Что единственное считает наша редакция, как не крутя излишества, зачем вообще мыться, оно рано или поздно само же отпадет. Впрочем, это так, наше любимое лирическое отступление. Самые ужасные подробности традиционно через пару секунд. Дорогие друзья, в связи с отменой в России монетизации на ютюбе, этим летом нам особенно сложно и мы очень признательны вам, потому что только ваша помощь позволяет сейчас каналу работать. Мы будем рады любой сумме. Номер карты вы найдете в описании к этому ролику. Поверьте, ваша доброта не будет забыта, а наша деятельность станет еще более осмысленной. Ведь вы сами это видите, самое интересное по-прежнему впереди. Вместе победим. Итак, по мере роста цен на энергию, а газ на фоне остановки северного потока от слова совсем бьет все рекорды на биржах и усиливающегося разрыва цепочек поставок становятся все более мрачными. Перспективы первой экономики Европы, то есть Германии, пишет Reuters. Об этом сообщило финансовое ведомство страны, ссылаясь на рекордный рост цен производителей. ФРГ ждет массовая деиндустриализация и социальный взрыв из-за непрерывного подорожания энергоносителей на фоне сокращения поставок газа из Российской Федерации. Грустно вторит Бумберг, почему-то забывая, что и те, и другие еще недавно писали радостные такие статейки на тему, как немцы хорошо заживут без газа, без, в свою очередь, молеков свободы. А Кремль и непокорные россияне, разумеется, по миру пойдут. Но вот пока французские жители удивляются, со слов французских же журналистов, что в России, оказывается, есть продукты и горячая вода, по мнению бывшего управляющего директора Goldman Sachs Group Incorporated Мартина Девиниша, немецкой промышленности придется сократить рабочую неделю и заработную плату сотрудников. Я нервничаю. Назревает социальный взрыв, полагает эксперт и правильно делает, как и Лав Шольц, который засобирался заказом. Вы не поверите в Канаду. Ведь страна кленового листа, как известно, является крупной газовой державой. И, несмотря на все заявления канцелярии господина Шольца и правительства ФРГ о том, что главной целью поездки федерального канцлера является укрепление связей между Германией и Канадой, ясно-понятно, что Берлину до зарезу нужна хоть какая-то перемога. Ибо Катер послал Бундестаг туда, где Хаббик той самой тряпочкой не протирался, а Италия, мы об этом рассказывали, подрезала недавно все запасы голубого топлива у своих немецких соседей. Проблема, как обычно, в том, что даже может быть, Канада газ бы и нашла, но у нее банально нет инфраструктуры, чтобы его отгружать. А то, что технически можно построить, ждать надо до 2024 года, и то, если удастся договориться с местными боевыми экологами. Однако зима наступит сильно раньше. Хотя, безусловно, надо напомнить, что именно Оттава сначала зажилила турбину у Газпрома, а потом зачем-то отправила ее в Берлин, где она, похоже, памятником немецкой глупост... доверчивости, так теперь и останется. Хотя и это далеко очевидно не конец истории.